и друзья доброго времени суток я приветствую вас на канале о котором меня зовут ольга и сегодня хочу представить вашему вниманию таро прогноз на май месяц для знака зодиака девы уважаемые девы напоминаю вам что гадание имеет общий характер оно подойдет и женщинам и мужчинам я больше чем уверена что досмотрев это видео до конца многие из вас для себя найдут важную и полезную информацию но помните о том что расклад все-таки общий для всех одинаково проиграться он не может по каждой карте я даю множество значений так как каждая карта имеет много оттенков вы для себя берете из услышанного только то что подходит конкретно под вашу ситуацию расклад будет сегодня на 12 домов гороскопа на 12 сфер вашей жизни также в раскладе будет участвовать 13 карта которая будет являться для вас основным советом на этот период но помните о том что сам по себе расклад уже является для вас другом помощником и советчиком почему потому что благодаря ему мы можем вовремя высветить слабые стороны вашей жизни также друзья прогноз на месяц вы можете смотреть по своему знаку гороскопа и также по асценденту кто не знает что такое асцендент ищите в google поисковике вы получите всю нужную для вас информацию как высчитать свой асцендент смотрите сравнивайте анализируйте что с вами больше резонирует то и ваше итак друзья приступаем уважаемые девы все карты вашего расклада перед вами приступаем к его чтению хочу сразу заметить то что при тасовке колоды на стол выпала карта десяточки пентаклей как вы знаете в гадании ничего не бывает случайным если карта падла на стол она хотела о чем-то сказать десяточка пентаклей говорит о том что в этом месяце вам точно быть при деньгах вы сможете заработать многие из вас могут наладить свои финансовые вопросы даже для тех кто не работает десяточка пентаклей предполагает то что кто-то из ваших родных и близких готов о вас позаботиться итак друзья ваш первый дом покажет вас самих в этом периоде ваши планы мысли эмоции ваши действия в этом периоде то каким или какой вас видят окружающие люди что вы несете во внешний мир троечка старший аркан императрицы прекрасно замечательная карта и для мужчин и для женщин она говорит о том что у многих из вас начинается рост и подъем именно в мае месяце для женщин это ваш собственный рассвет энергетическая наполненность по этой карте это счастье находиться в моменте жить здесь и сейчас радоваться простым радостям жизни желание развиваться желание помогать кому-то другому многие из вас по этой карте могут быть прекрасными матерями забота о детях эта карта безусловной любви ко всему живому ко всему тому что дорого вашему сердцу большая забота и опека о тех людях которые вам дороги многие женщины будут развивать какие-то свои начинания кто-то развивает творческие проекты кто-то развивает рабочие проекты конечно же это ваша красота и внешняя и внутренняя которую не могут не замечать окружающие вами восхищаются вас любят к вам тянутся вы люди очень социально активные умные и высоко развитые вы умелой и правильной рукой будете направлять свое окружение в этом периоде вы сто процентов умеете выстраивать свою жизнь эта карта также говорит о ваших правильных и слаженных действиях в этом периоде и это то что принесет вам по итогу очень хороший результат и заработок для мужчин эта карта говорит о том что большое влияние на вашу жизнь в этом периоде все-таки имеет женская особа для кого-то это женщина номер один для кого-то это может быть мама для кого-то любимая для кого-то любовница для кого-то может быть подруга либо еще какая-то дама которой у вас безусловное притяжение благодаря этой женщине вы сможете развиваться вам стоит прислушиваться к ее советам эта женщина точно вам не пожелает плохого а искренне от всего сердца помогает вам в любом случае для всех для вас эта карта развития процветания роста и движения вперед давайте посмотрим что происходит в вашем втором доме здесь мы рассмотрим ваше имущество движимая недвижимая также то материальное поле которое вы создаете сами те деньги которые вы к себе притягиваете то есть эта карта напрямую может говорить и о каких-то рабочих моментах для кого деньги приходят именно посредством вашей работы троечка жезлов говорит о том что возможно кто-то из вас то что касается недвижимости имущества думает либо о переездах либо о смене места жительства либо вы хотите что-то купить или продать но эта карта говорит о том что на сегодняшний день вы в каких-то размышлениях даже у тех у кого что-то на сегодняшний день есть вашей голове точно уже есть какое-то движение того что вам с этим всем делать может быть вы просто планируете расшириться и вложиться во что-то уже то что вы имеете но карта благоприятная в любом случае сама по себе троечка обратите внимание несмотря на то что младший аркан все равно это тройка и первая вашем раскладе шла тройка это также рост и развитие то есть вы можете развиваться планировать выстраивать планы на будущее идти к своим целям и все у вас будет получаться если говорить о ваших рабочих проектах эта карта вас показывает как людей открытых честных порядочных вы умеете взаимодействовать и коммуницировать с другими людьми вы человек который умеет работать в команде вы прислушивайтесь к мнению других вам важно не только ваше мнение но это что скажут люди с которыми вы сотрудничаете вы хотите чтобы было выгодно и удобно всем чтобы вы работали на обоюдно выгодных условиях у кого-то работам может быть связано с какими-то дорогами либо расстояниями для кого-то эта карта может указывать на торговлю на какой-то бартер на какие-то сделки на какой-то обмен для кого-то эта карта может говорить о том что вы работаете по средствам интернета у вас есть кем-то сделки с людьми на расстоянии и это тоже то что приносит вам прибыль эта карта может говорить о том что какую-то сумму на руки вы может быть получаете не сразу вам приходится ждать вы много трудитесь и вкладываетесь в то дело которым вы занимаетесь для того чтобы развиваться для вас немаловажно не стоять на месте а выходить на новый уровень и расширяться и расширяться расти и расти для многих из вас эта карта может предполагать и карьерный рост при желании если вы сами этого захотите те люди с которыми вы сотрудничаете однозначно прислушиваются к вашему мнению вы лидер вы сильная мощная и уверенная натура и те с кем вы сотрудничаете для них также немаловажно что думаете вы и в конечном итоге все-таки последнее слово будет за вами само собой эта карта говорит о том что заработать вы сумеете даже для тех кто не работает вообще в силу каких-то обстоятельств либо вы на пенсии либо вы ухаживаете за своим ребенком либо зависеть от своих родителей к вам откуда-то идут деньги для кого-то эта карта может говорить о том что к вам перечисляются деньги либо из-за границы либо откуда-то издалека кто-то вам может пересылать деньги на карточку но даже если это не так эта карта также предполагает ожидания но нужна и желаемая сумма все-таки необходимо для решения многих задач в этом периоде на руках у вас будет давайте посмотрим что происходит в вашем третьем доме здесь мы рассмотрим ближайшие дороги поездки телефонные звонки коммуникации также взаимодействие с вашими родственниками и самыми близкими друзьями но здесь выпала для вас мужская карта карта короля кубков если смотрит меня мужчины девы эта карта вас показывает как человека широкой души и большого сердца вы очень привязаны к своим близким вы привязаны к своим друзьям вас ценят вас любят за вашу доброту за ваше умение дать кому-то важный нужный и дельный совет вы человек душа вас многие любят и многие хотят с вами взаимодействовать и сотрудничать вы и сами показаны как человек который готов в любую минуту кому-то прийти на помощь как только кому-то эта помощь понадобится то есть я вижу что вы человек безотказный если меня смотрят мужчины но эта карта может предполагать то что и для мужчин и для женщин у вас есть хороший друг мужском лице то есть человек на которого вы можете рассчитывать для женщин не исключено что это друг который уже из разряда друзей переходит в разряд влюбленных друзей и возможно какой-то ваш друг по вас вздыхает и о вас мечтает но даже если это не так у кого нет такого влюбленного друга эта карта может показывать человека из вашего дома из вашей семьи это может быть любой родственник в мужском лице дядя брат сват для кого-то отец и человек который готов о вас позаботиться если говорить о женщинах вы также имеете большую привязанность в отношении какого-то близкого для вас человека прежде всего из вашего дома из вашей семьи для кого-то это может быть ваш сын для кого-то муж у каждого своя ситуация но я вижу большую привязанность к мужскому лицу но повторюсь для кого-то это может быть влюбленный друг но у многих из вас и у мужчин и у женщин есть человек мужском лице на которого вы сто процентов сможете рассчитывать в этом периоде этот человек во многом вам будет помогать это и какие-то приятные встречи желания отдыха приятные разговоры для женщин если у вас кто-то влюблен то этот влюбленный друг может приглашать вас на свидание этот человек который сто процентов о вас думает и днем и ночью это могут быть и телефонные звонки и смс-ки если это чей-то родственник то же самое проявление заботы о вас то есть этот человек интересуется и вашим здоровьем и вашей жизнью и готов оказаться тут как тут как только понадобится помощь для женщин даже если это какие-то деловые и коммерческие вопросы для вас немаловажно мнение мужчины возможно либо из вашего дома либо вашего друга для мужчин то же самое в деловой сфере вы держите совет с мужчиной либо светленьким либо мужчиной стихии воды рыба рак или скорпион по гороскопу давайте посмотрим что происходит в вашем четвертом доме это дом вашего собственного дома под крышей которого вы живете здесь мы видим четверочку чаш снова чаши и конечно эта карта говорит о глубине чувств об эмоциях о привязанности к вашему дому к вашей семье к вашим близким но здесь есть немножечко меланхолия какая-то ностальгия воспоминания по прошлым по старым временам когда жилось лучше когда жилось свободнее немножечко вы тоскуете и грустите находясь дома да вот может быть вы даже немножечко уходите в себя либо закрываетесь от родных и близких вам больше хочется побыть наедине с самим или самой собой о чем-то подумать о чем-то поразмышлять подумать о сущности бытия да и конечно же проанализировать свои собственные ошибки почему потому что эта карта говорит о том что вы умеете видеть свои ошибки со стороны и это тоже немаловажно но если говорить об общении с вашими близкими может быть вам кто-то что-то предлагает может быть кто-то предлагает какие-то встречи куда-то поехать куда-то пойти но я вижу что вы не горите желанием здесь больше пассивность чем активность но в любом случае сама по себе четверочка говорит о том что вашей жизни в этом месяце в этом периоде в вашем доме все будет относительно тихо и спокойно никаких шквалов эмоций никаких бурь страстей то есть ровная планированная жизнь и где-то даже вам немножечко скучно но пока вы не готовы что-то менять радикально давайте посмотрим что происходит в вашем пятом доме здесь мы рассмотрим ваши хобби увлечения то куда тянется ваша душа взаимодействие с вашими детками у кого есть дети и также романтическая сфера для тех для кого это актуально здесь мы видим карту пажа мечей конечно эта карта говорит сама за себя у многих из вас уже есть детки возможно меня смотрит старшее поколение вас интересуют ваши внуки по карте пажа мечей ребеночек у вас может быть или ваши дети могут быть умными но не всегда вам легко и просто с ними общаться дети у вас характером с норовом любят чтобы было все по ихнему если это дети подростки или маленькие дети с ними на сегодняшний день тоже много хлопот из-за того что у них живой ум они очень подвижны и активны и вы не всегда успеваете за ними уследить да иногда они могут быть дерзкими и резкими на язычок но все-таки я вижу и ихнюю и вашу привязанность к ним у кого взрослые дети эта карта может говорить о том что между вами есть какое-то либо недоверие это тоже карта может говорить о каких-то мелких конфликтах выяснениях отношений вроде бы по мелочам но неприятно да когда из-за каких-то обид мы друг другу начинаем что-то высказывать конечно эта карта говорит о том что вы переживаете о своих детях в каком бы возрасте они не находились и если говорить о ваших хобби и увлечениях паш мечей может говорить о том что вы чем-то увлечены и вы по этой карте показаны как ученик или ученица вы также очень интеллектуальные особы у вас живое мышление живой ум желание получения каких-то новых знаний вас интересует какая-то информация по пажу мечей возможно вы испытываете даже какое-то нетерпение для того чтобы что-то узнать в чем-то развиваться побыстрее да вот для вас это важно и конечно по этой карте вы можете что-то изучать и посредством интернета и посредством книг и может быть наблюдая за тем как работают другие либо как другие делают то чем занимаетесь вы для тех у кого маленькие дети эта карта может говорить о том что ваш ребенок и является как ваше хобби да потому что вы вам приходится ему или ей уделять очень много времени и внимания и если говорить о романтических отношениях для тех кто на сегодняшний день встречается и у вас уже есть партнер или партнерша эта карта может говорить также о столкновении характера о том что вы присматриваетесь друг другу возможно это отношение на начальной стадии когда вы друг друга только изучаете также эта карта может говорить о ревности о том что в этом периоде у вас могут быть какие-то выяснения отношений вроде бы по мелочам но все равно ссоримся я вижу что многие из вас вот по линейке карт эти отношения могут развивать но вы все время будете между собой выяснять отношения вот карты говорят о том что возможно даже вам придется чем-то жертвовать ради этих отношений либо приспосабливаться под своего партнера а нужно ли вам это и конечно вы далеко не каждого готовы впустить свое личное пространство вы с опаской смотрите на новых людей на новых кандидатов или кандидат тогда которые претендуют на вашу руку и сердце вы тщательно сканируете того человека который входит в вашу жизнь но все равно эта карта может говорить о том что вы можете ошибиться и развивать отношения не стой или не с тем для тех у кого на сегодняшний день нет вообще никого по этой карте я бы не советовала именно в этом месяце вам заводить какие-то отношения у вас отношения появится то могут но вы в них завяжетесь а потом вам из этих отношений будет тяжело выходить карты говорят о том что вам нужно запастись терпением и вашей жизни со временем появится кто-то другой кто-то лучше кто-то более достойный давайте посмотрим что происходит в вашем шестом доме здесь мы рассмотрим ваши ежедневные заботы то чем вы будете сталкиваться каждый день замечательная карта она меня радует тем что она выпала именно ваши повседневные заботы а здесь я вижу карту человека победителя человека который триумфатор человека которого признают другие и это говорит о том что у вас будет маленькая победа но каждый день то есть вы успешно пройдете через месяц май и в каждом дне вас ждет какая-то маленькая награда за ваше усердие за ваши труды за ваше трудолюбие за вашу выносливость и за ваше непреодолимое желание быть победителем хочу сказать сразу о ваших рабочих процессах для тех кто ищет работу вы работу сто процентов найдете работу найдете по душе в этом месяце вы для тех кто ищет сможете еще выбирать между несколькими рабочими вариантами карты рекомендуют вам свои резюме разослать в разные организации и вам многие дадут положительный ответ и вы будете еще думать куда вам лучше пойти то есть предложение у вас будут для тех кто в поиске для тех кто работает эта карта взлета эта карта прорыва эта карта вашей безоговорочной победы у вас есть хороший костяк друзей также тех людей которые вами восхищаются те кто готовы вам помогать те кто готовы с вами сотрудничать вы по этой карте на высоте и от вас могут зависеть еще многие люди независимо от того мужчина вы или женщина также карта шестерочки жезлов эта карта дорог поездок эта карта вашего собственного движения и вашей энергии мощь и сила идет от этой карты это говорит о том что со здоровьем у вас тоже будет все более не менее нормально для многих из вас эта карта вообще положительных новостей если вы чего-то ждали в прошлые периоды и долго не могли получить какие-то важные бумаги документы решение какого-то важного для вас дела и вопроса у каждого своя ситуация эта карта говорит о том что чему-то в этом месяце сто процентов вы порадуетесь но повторюсь что это как маленькая победа каждый день почему потому что вы как человек воин независимо от того мужчина вы или женщина сама по себе шестерочка говорит о равновесии и балансе в вашей жизни и это тоже немаловажно давайте посмотрим что происходит в вашем седьмом доме в доме партнерства здесь мы рассматриваем партнерство для тех кто в паре любовные отношения и также партнерство во внешнем мире коммуникации с любыми другими людьми чего бы это ни касалось здесь я вижу карту старшего аркана умеренности именно в этой колоде карта умеренности говорит о том что вам не придется приспосабливаться у вас наоборот есть возможность вырваться из каких-то зависимостей если раньше у вас были какие-то ограничения это возможно выйти за рамки этих ограничений но эта карта однозначно говорит о том что вы умеете быть лояльными то есть в любом случае вот ведя с кем-то какие-то переговоры лояльность проявлять нужно вы должны проявлять терпение и терпимость в отношении других людей потому что вы можете общаться с разными людьми обратите внимание как символично здесь мы видим прекрасного ангела и радугу в его руках эта карта говорит о реализации самых смелых идей и задумок благодаря именно вашему правильному подходу к тому вопросу который вас волнует работа это или отношения не имеет значения я вижу что вы человек способный учиться даже когда вы с кем-то общаетесь для вас важно общение с другими людьми вы из этого извлекаете какой-то опыт вы становитесь мудрее и сильнее для тех кто в паре это также гармонизация отношений в паре умение друг друга выслушать умение друг другу помочь все-таки в большей степени для тех кто в паре многое зависит больше от женщины чем от мужчины вы хранительница очага вы мать вы супруга отношения ваши конечно же будут развиваться я вижу что ваш мужчина вас боготворит вами восхищается и в этом периоде вы оба будете поддерживать друг друга конечно же вам быть вместе конечно же ваши отношения развиваются возможно у вас двоих также в этот период появится возможность что-то поменять и улучшить ваших отношениях трансформировать их вывести на новый уровень при желании обратите внимание что два старших аркана говорят о том что то что будет происходить в вашей семье в вашем доме во много будет влиять и на ваше будущее и также на будущее вашего партнера если меня смотрят молодые женщины которые хотят стать матерями замечательное время для зачатия для вынашивания для тех кто уже носит ребеночка под своим сердцем эти карты говорят о благоприятном течение беременности и о том что сами небеса дают вам благословление на этого ребенка ребеночек будет очень хороший та душа новая которая родится это будет как ваша награда ваш ребенок будет заботиться о вас до конца ваших дней и будет к вам очень привязан независимо от того кто родится мальчик или девочка это для тех кто ждет детей замечательные прекрасные карты если говорить о взаимоотношениях во внешнем мире конечно же императрица говорит о развитии о каких-то творческих идеях которые вы будете пытаться развивать и реализовывать сама по себе карта умеренности также показывает вас как людей очень талантливых то есть вы талантливо преобразовываете какие-то свои идеи в жизнь и это то что помогает вам развиваться конечно же многие хотят с вами сотрудничать у многих из вас будут удачные сделки договора обе карты говорят о поддержке вас в этом периоде высшими силами сами небеса будут вам благоволить у многих из вас мощные ангелы покровители на ком-то из вас есть хорошая оставленная защита для тех кто ранее делал какие-то амулеты обращался может быть к людям с к специалистам в этой области карты говорят о том что вы защищены от любых врагов и неприятностей давайте посмотрим что происходит в вашем восьмом доме здесь мы рассмотрим возможный риск в зависимости от того что в этот дом выпадает здесь мы видим карту рыцаря мечей начну сразу с вашего здоровья прежде всего у многих из вас страдает вегетососудистая система вас может беспокоить ваше сердечко проблемы опорно-двигательного аппарата ноги поясничка спина голова шея это то что может вас беспокоить по здоровью конечно многим не мешало бы укрепить себя в этом периоде в зависимости от того какой у вас диагноз такое вам нужно и лечение я не врач я не имею права вам ставить диагнозы так как у каждого свой диагноз сколько людей столько судеб но по этой карте я вам указала на основные проблемы конечно же эта карта говорит о том что излишняя ваша эмоциональность и импульсивность может влиять на ваше общее состояние иногда вы бываете очень порывисты иногда вы можете действовать спонтанно и необдуманно это то что является вашей ошибкой весь расклад для вас выпал прекрасный вот за исключением вот этой карты она говорит о том что какая-то поспешность может вам мешать поэтому любая ситуация чего бы она ни касалась вашего дома личных отношений развития в творчестве или в карьере или взаимоотношения с другими людьми не горячитесь не торопитесь все тщательно взвешивайте и анализируйте кто-то из вас вот по этой карте какую-то информацию может воспринимать в штыки то есть вы не согласны с чем-то мнением и готовы спорить в борьбе но нужно ли вам это для тех у кого есть транспорт свое личное авто эта карта предполагает то что вы любите скорость быструю езду не гоните в этом месяце не гоните своих лошадей тише едешь дальше будешь также эта карта может говорить о том что у кого есть свой транспорт может быть потребуется пройти тех обследования может быть нужен какой-то ремонт для того чтобы совершая какие-то дороги вы не стали на полпути да то есть эта карта вас может предупреждать о том что машину нужно держать в надлежащем виде и конечно же не гонитесь также в зону риска падают конфликты то есть по этой карте вы готовы с кем-то ругаться вы готовы с кем-то спорить и отстаивать свою точку зрения во что бы то ни стало это то что будет вас истощать поэтому больше спокойствия и прежде чем затевать с кем-то какой-то спор подумайте о том а что вам это даст а изменит ли это что-то и в каком я буду после этого состоянии то есть полностью растерзанные нервы и полная дестабилизация после каких-то скандалов но эта карта может предполагать то что вас кто-то сознательно может провоцировать на эти конфликты по рыцарю это может быть мужское лицо но не исключено что из какой-то дамой вы не находите общего языка в общем здесь есть о чем поразмышлять каждый знает свою ситуацию и вы понимаете о чем идет речь давайте посмотрим что происходит в вашем девятом доме здесь мы рассмотрим ваше обучение дальние дороги и поездки для кого это актуально взаимодействие с иностранными коллегами у кого есть какие-то бартер и сделки на расстоянии здесь я вижу карту пожар жезлов скажу так что первую половину месяца вы будете больше раскачиваться вот в каких-то коммерческих отношениях а вторая половина у вас пойдет подъем и вот резкий взлет возможность заработка будет но вы как-то с большой подозрительностью относитесь к людям я смотрю что многие из вас вы боитесь как будто бы ошибиться вы просчитываете каждый шаг вперед также по связке карт я вижу что вам не далеко не со всеми приятно общаться и возможно даже те люди с которыми вы взаимодействуете не все порядочные не все себя ведут честно и достойно в отношении вас поэтому здесь тоже нужно быть очень осторожными но по картам я здесь вижу что проходит какая-то нервность и много суеты больше нервов чем в результате полученного те кто ищет свою вторую половиночку посредством интернета эта карта говорит о том что у вас будет много предложений много знакомств вами интересуются вы интересны противоположному полу если говорить о вашем образовании долгожданные дипломы у многих будут на руках эта карта показывает вас как людей способных учеников людей способных развиваться но эта карта говорит о том что вам еще нужно продолжать учиться чем больше вы будете учиться тем лучшего результата вы достигнете в будущем если говорить о дальних дорогах и поездках дальних дорог я здесь пока не вижу вы и сами как будто бы вот далеко куда-то пока не собираетесь не планируете но на близкие расстояния дороги возможны вы прежде чем что-то совершить сделать долго раскачивайтесь долго думаете но потом начинаете действовать кто-то возможно уже начинает обдумывать дороги ваших детей на лето вот то что я вижу по картам из-за этого могут быть тоже какие-то волнения вы думаете о том как это все организовать в лучшем виде давайте посмотрим десятый дом это дом ваших достижений на этот период ваша карьера также ваше взаимодействие с органами властей девяточка кубков замечательная карта сама по себе выпадая во главе вашего расклада она говорит о том что этот месяц для многих из вас пройдет очень успешно и плодотворно девяточка чаш это конечно карта урожая эта карта счастья эта карта довольства вы сможете и хорошо поработать и хорошо отдохнуть при желании многих из вас ждут какие-то встречи праздники у кого-то может быть намечаются чита дни рождения юбилей по девяточке чаш может быть вы кого-то хотите к себе пригласить либо кто-то вас приглашает к себе замечательная карта она говорит о том что вам обязательно нужно развеяться не сидите дома не закрывайте четырех стенах это все то что будет наполнять вас энергией конечно эта карта также говорит и о встречах с вашими самыми самыми близкими людьми и радость от встреч с родными я вижу что многие из вас будут довольны результатами этого месяца чем я вас и поздравляю сама по себе девяточка тоже это число завершения число полноты и я вижу что вы радуете жизни я вижу что вы счастливы если говорить об органах властей и юстиции у кого были какие-то сложные моменты с бумагами с документами кстати говоря многим из вас вот по восьмому дому нужно привести в порядок какие-то бумаги не у всех все в порядке с какими-то важными документами подумайте об этом вам нужно сделать какие-то дороги вот из-за них вы будете нервничать но делать их совершенно необходимо поэтому если что-то до сих пор у вас с бумагами было в замороженном состоянии нужно приводить их в порядок карта рыцаря мечей также может говорить и об этом но в общем то все ваши дела и с госструктурами будут решены положительно я вижу что вы здесь особо не заморачивайтесь давайте посмотрим что происходит в вашем одиннадцатом доме это те деньги которые вы можете получать от своего бизнеса и также здесь мы сможем посмотреть вашу ближайшую дружбу карта колесницы старший аркан говорит о том что многих из вас кормят ваши ноги и ваша инициативность здесь снова таки я вижу человека который мчится вперед человека который является регенератором каких-то идей и именно это будет помогать вам зарабатывать чем больше вы будете активны чем больше вы будете проявлять лидерских качеств по этой карте многие из вас могут за собой повести еще других людей если у вас есть какие-то идеи вы смело можете их реализовать в жизнь многие вас поддержат вас ждет стабильность благодаря вашим правильным действиям но хорошо заработать смогут только те девы которые действительно к этому стремятся потому что карта колесницы эта карта стремления но это также карта прорыва она говорит о том что даже если у вас раньше был какой-то застой в делах вы выходите на какие-то новые передовые рубежи возможность заработка будет у кого-то заработок связан либо с дорогами либо с какими-то большими расстояниями может быть это интернет пространство эта карта тоже может об этом говорить но тем не менее карта активно и говорит о хорошем результате при максимуме приложенных вами усилий если говорить о ваших самых близких друзьях вот то что касается дружбы вы с кем-то хотите каких-то встреч вы думаете о каких-то дорогах вы буквально мчитесь на встречу кому-то у вас может быть какой-то другой друг подруга человек который для вас важен возможно с которым вы находитесь на расстоянии вы будете делать все для того чтобы это расстояние преодолеть ну и у многих из вас даже для тех у кого есть преданный друг рядом эта карта в том что ваши отношения будут развиваться действительно рядом с вами есть кто-то очень вам преданный человек который поддерживает какие-то ваши идеи и начинания и с этим человеком вы сможете неплохо посотрудничать здесь будут разговоры не только касающиеся вашей дружбы и каких-то нейтральных тем но и рабочих вопросов то есть здесь вы совещаетесь и это плодотворный союз другом или подругой может быть для вас как мужчина так и женщина но карты очень хорошие и карты активные для тех кто ждет каких-то встреч свиданий они обязательно у вас осуществятся почему потому что в центре расклада все-таки мы видим девяточку кубков давайте посмотрим ваши самые большие страхи и опасения то что прячется в тайниках вашего сердца то что вы не хотите выносить на всеобщее обозрение здесь мы видим карту туза мечей многие из вас боятся каких-то радикально новых изменений в своей жизни вы боитесь какого-то нового начала какого-то старта который на сегодняшний день в больших препятствиях вам кажется что вы что-то не сможете преодолеть вам кажется что вы чем-то не сможете справиться либо у вас на что-то не хватит силы духа это то что вас волнует у каждого это свое какое-то начинание у кого-то это может быть какие-то дороги у кого-то это рабочий проект а у кого-то это любовные отношения у кого-то это то что касается дома семьи либо какой-то важной для вас сделки у многих здесь страхи есть из-за каких-то начинаний связанных с вашими детьми и вообще вот в проблемах общения с ребенком выпадает я вижу что вам тяжело трудно договариваться может быть слишком одинаковые характеры у вас это тоже то что вызывает волнение и также возможно вы думаете и переживаете каких-то новых начинаниях связанных именно с вашим ребенком для кого-то это переживание из-за обучения может быть вашего собственного а может быть переживания за обучение ваших детей давайте посмотрим 13 карту эта карта совета для вас на этот месяц семерочка пентаклей говорит о том что основное свое внимание все-таки нужно обратить в сферу денег и финансов здесь мы видим цветущее дерево с пентаклями и эта карта говорит о том что проявив упорстве трудолюбия каждый день эта карта ежедневного труда эта карта упорство эта карта умения идти к своим целям невзирая ни на что в конечном итоге вас будет ждать очень хороший урожай я вижу что рядом с вами есть преданный и надежный друг это может быть кто-то из вашего дома или семьи может быть это человек из внешнего мира но это тот кто готов вас поддерживать каждый день пока ваши корзинки пусты вы еще ждете вы еще ожидаете какой-то прибыли но она у вас будет непременно так как при тасовке карт на стол выпадала десяточка пентаклей и она говорит о том что если вы будете трудиться каждый день вас ждет прекрасный урожай поэтому не опускайте руки давайте также посмотрим еще две дополнительные карты для мужчин и для женщин из иракула ленорман это как дополнительная информация для многих из вас здесь для вас выпала карта рыбок короля бубен и также карта дамы трев карты змеи если вы мужчина вас волнует взаимоотношения с какой-то для вас важной женщиной если вы женщина вас волнует взаимоотношения с мужчиной не исключено что это какие-то романтические у кого-то отношения а для кого-то это отношение связаны с рабочей деловой средой если говорить о деньгах мужчины могут зависеть от дамы до в работе то есть именно женщиной вы решаете какие-то деловые вопросы либо какая-то важная дама дает вам какие-то важные советы и наставления по поводу ваших финансов по поводу вашего развития карты говорят о том что вы пытаетесь ваших совместных разговорах найти какой-то выход на новый уровень для того чтобы трансформировать рабочие проекты и сделать их больше плодотворными чтобы что-то в работе начала приносить вам больше денег лучший доход из этого вы можете спорить в рабочих проектах вас могут ждать неожиданности подводные камни из-за того что не все всегда проходит гладко и не все так проходит как вам хотелось бы да но тем не менее возможность заработка будет и для мужчин и для женщин несмотря на то что рабочие процессы у кого-то очень сложные и требует вашего интеллектуального напряжения а также эти карты предупреждают вас о том милые девы и мужчины и женщины что в этом месяце у вас есть большая опасность потратить крупную сумму денег то есть эти карты предвещают очень большие траты для кого-то может быть неожиданные для кого-то планированные но может быть вам стоит подойти к этим тратам более разумно для того чтобы не остаться без копейки денег также я вижу что у многих накопились какие-то старые прошлые проблемы и теми деньгами которые вы зарабатываете получаете вам нужно перекрывать либо какие-то долги либо разрешать старые вопросы для тех кто запланировал какие-то дороги в этом периоде то же самое для вас дороги могут быть в каких-то сложностях и связанными с большими тратами если говорить о любовной сфере для кого важна эта тема для кого-то эти карты могут проиграться как то что с кем-то вы находитесь на расстоянии и это то что является основной помехой но однозначно у вас у обоих есть чувства и желание развивать эти отношения но почему-то эти отношения в каких-то опасностях и в каком-то риске для вас возможно у кого-то это тайные встречи тайные свидания когда вы имеете отношения либо замужней женщиной либо женатым мужчиной если меня смотрят пары то эти карты могут говорить о том что сложные трансформации вот в вашей паре но чувство и привязанность однозначно есть вот такой была дополнительная информация тоже немаловажно я так понимаю для многих из вас и давайте посмотрим дно колоды и попытаемся извлечь еще дополнительную информацию обратите внимание что на дне колоды спряталась затаилась карта троечки мечей и две карты из иракула ленорман одну из них мы видим карту змеи карта змеи может говорить как о трансформациях также и о каких-то опасностях и я так понимаю что у многих вот все-таки в зоне риска это что-то лично то что касается либо любовной либо интимной сферы так как эта карта была спрятана от общего обозрения это говорит о том что вы прячете в глубине души в глубине своего сердца какие-то слезы вы скрываете большую внутреннюю печаль из-за чего-то вы очень страдаете вы хотели бы каких-то больших перемен вы хотели бы для себя счастье вы хотели бы больше тепла но если смотрят меня милые женщины поверьте что многое зависит вашей жизни от вас вы можете поменять ход своей жизни при желании вы императрица не забывайте милые женщины вы императрица по крайней мере на этот период это уж точно и избежать каких-то острых углов своей жизни в этом месяце вы все-таки сможете я вижу что в отношении каких-то важных дел вот в этом месяце вы начинаете стартовать потом у вас появляется неуверенность вы делаете шаг вперед и 2 назад потом вы снова идете вперед вот такая вашей жизни ситуация но я вижу что все равно все для вас должно завершиться и закончится благополучно если это какие-то душевные слезы и страдания все-таки в этом месяце вы найдете утешение вы найдете какую-то радость в вашем раскладе выпало очень много прекрасных счастливых карт и конечно же вас любят вами восхищаются и в дальнейшем вас ждет рост и процветания обратите внимание я взяла еще одну дополнительную карту для вас как бонус эта карта рыцаря монет и она говорит о том что если кто-то думает о каких-то дорогах все-таки они у вас совершаться может быть немножечко погодя нужно какое-то время для того чтобы совершить какие-то дороги если они для вас важны встречи важные для вас совершаться для кого кто задумал какие-то поездки связаны заработком они тоже осуществятся но на реализацию этой идеи тоже уйдет время понадобятся еще какие-то деньги и конечно же эта карта говорит о том что многим из вас быть при деньгах ваши деньги и финансы дадут вам уверенность и в дне сегодняшнем и в дне завтрашнем поэтому друзья всем в добрый час я не прощаюсь с вами я говорю вам до новых видео подписывайтесь на мой канал кто еще не успел подписаться в завершении этого периода пишите у кого как проигрался этот расклад будет интересно ставьте лайки за проделанную мной работу а я вам всем желаю удачи и сегодня друзья всем до свидания